Здравствуйте! Вот такой вопрос, очень интересный. Автор этого письма возбудился от моего ролика, который посвящен гомосексуальным истокам мужской ревности. Но это одна из версий, одна из точек зрения моих. Я посчитала нужным ее выложить для широкой общественности. Вот, многие это прям сразу воспринимают как истину последней инстанции или какой-то категоричный взгляд, начинают оспаривать, приводить свои аргументы. Это очень интересно. Слушайте, читайте, я все это читаю и получаю прямо несказанное удовольствие. Так вот, возбудился человек от моего ролика «Гомосексуальные истоки мужской ревности» и пишет мне, походу, Катерина обчиталась Фрейда. Знаете, я не буду вам читать все сразу, я буду читать частями и буду сразу комментировать. Походу, Катерина обчиталась Фрейда. Вы знаете, перед тем, как делать ролик, я ничего не читаю. Я читаю, только мне вообще некогда. Я очень много работаю, честно, правда. Вот, я на самом деле вот набираю себе вопросы, которые меня цепляют. Вот, распечатываю их и здесь вам на них отвечаю. И никакого Фрейда я перед этим не обчиталась. Мне не столько лет, чтобы зачитываться Фрейдом. И мне это немножко позабавило. Знаете, почему? Потому что на самом деле Фрейд входит в обязательное обучение, в обязательную программу на кафедрах психологии, на кафедрах истории, философии, на кафедрах психиатрии. Естественно, я читала Фрейда, когда была в 11 классе. Я его читала вместе с Берном, вместе с Фромом, вместе с другими классиками психоанализа. Делала свои выводы. Вот, допустим, мне больше всего понравился Бро, когда... Ой, Господи. Эрик Берн. Я сказала Бро. Оговорилась. Мне больше всего понравился тогда Берн. Мне казалось, что прям истинно в последней инстанции. И такой он логичный, и такой он прям... Такой у него большой объяснительный потенциал у его теории. Вот, а Фрейд мне показался чересчур суховатым и далеким от жизни тогда. Потом я поступила в медицинский институт, изучала Фрейда, писала рефераты, сдавала контрольные, издавала экзамены. Еще раз повторяю, на кафедрах психологии, на кафедрах истории, философии, на кафедрах психиатрии. А потом я поступила в другой институт, и там тоже изучала и издавала учения Фрейда на кафедрах психологии, на кафедрах педагогики, на кафедрах истории и философии. Теперь у меня к вам вопрос. Как вы думаете, после этого я знаю учение Фрейда или нет? Конечно, я его знаю. Конечно, я с ним знакома достаточно близко. И суть этого учения я знаю. Я его не обчиталась, и теперь смотрю на мир сквозь призму фрейдовского восприятия. Я просто знаю, что был такой Зигмунд Яковлевич Фрейд, который нервно хихикает в своем гробу каждый раз, когда вы пишете мне ваши комментарии. И писал он о том-то и о том-то. Но на мое восприятие это никак не влияет. Я очень много училась, очень много читала. На этой почве у меня сформировалось свое собственное мировоззрение, у меня есть свой собственный жизненный опыт, и я являюсь мастером прикладной психологии. И Фрейд – это такое маленькое звено, которое стоит у истоков формирования моей уже теперь личности. Фрейд на меня никакого влияния не оказывает. А дальше начинается самое интересное. Во-первых, Катерина забывает, что ревность – это чувство соперничества. И вот на этом моменте я внутренне улыбнулась, потому что ревность как чувство соперничества присуща именно гей-контенту. Потому что у геев очень странный подход к ревности. Они немножко по-другому воспринимают предмет своей ревности. То есть гей-гея ревнует, одновременно испытывая такое смешение чувства быть как он и быть им. И поэтому, если партнер, который вызывает чувство ревности, увлекся кем-то еще, а он хочет быть как он, то, в принципе, ему ничего не мешает тоже соблазнить этого же человека. А если он хочет быть им, то им тоже это не только не мешает, но и помогает соблазнить того же самого человека. Поэтому в геевской среде, конечно, отчаянная любовь и ревность и разборки тоже присутствуют. Но в целом отношения, которые связаны с... отношения к измене, такое более спокойное, и измена чаще превращается в секс на троих. И когда я вижу, как мне кто-то прямо с пены у рта вот так вот доказывает, что ревность – это чувство соперничества, то я сразу вспоминаю вот о том, о чем я сказала, что гомосексуальная ревность – это чувство соперничества, и внутри себя чуть-чуть улыбаюсь. Хотя на самом деле это чувство ревности, наверное, знакомо каждому человеку. И я бы так сказала, что в общих чертах ревность – это все-таки больше чувство неполноценности. То есть я не очень уверена в себе, в чувствах этого человека ко мне. То есть я не очень уверена, что я такая прямо необыкновенная королева, что меня должен любить весь белый свет, а в частности мой партнер. А раз я в себе не очень уверена, что я такая необыкновенная королева, то вдруг мой партнер найдет эту самую необыкновенную королеву. И вот это чувство собственной неполноценности, вот этот комплекс неполноценности, вот это чувство собственного несовершенства – и есть исток ревности. Это основной исток ревности – неуверенность в себе. Вот где ревность, а не чувство соперничества. Едем дальше. Катерина забывает, что ревность – это чувство соперничества, и собственность женщины является основой в полигамных стаях. Чтобы удержать самку, необходимо ее контролировать. И естественно, заподозрив… Ну тут ошибки стилистические, сейчас буду пытаться читать по-русски. Естественно, заподозрив ее в том, что она может уйти к конкуренту, порождает поведение, которое показывает, что я все-таки лучше. То есть я такая альфа-обезьяна, все-таки, которая сейчас забьет вот ту вот бета-обезьяну, которая на мою женщину постигнула. И не надо выдумывать тут, что я главный владелец дырки. То есть вот, если я такая обезьяна, которая должна сопернику показать, что я главный, то, по-моему, здесь как раз логика главного владельца дырки. Я здесь ничего не выдумываю. Вы, по-моему, описываете как раз ту психологию, о которой я и говорю. И что это за такой подход? Женщину надо контролировать, а то она уйдет к другому. Если вы женщину свою любите и уверены в ее любви, то как она может, интересно, уйти к другому? Как вы ее собираетесь в этом контролировать? Что это, женщина, кошелек, что ли, который вы оставили в парке, вот так вот на скамейке? Только отвернулись, повернулись, а кошелька уже нет. Надо было его контролировать, кто-то другой его забрал. В отношениях между людьми не так. И я как раз, когда говорила о гомосексуальных истоках ревности, я как раз и показала то, что если себя воспринимать как главного владельца дырки, то отсюда будет последовательность всех остальных причинно-следственных выводов такая же. Вы об этом и пишете, вот в звериной стае, а то женщина уйдет к другому, более, этому самому успешному сопернику. Сами так сказать, своими словами подтверждайте мою теорию. А теперь дальше. Значит, все собственники этой дырки гомосексуалисты скрытые? Или так, меня имеют в мою дырку, но так как я их не имею, а имеют меня, то я не гомосексуалист. Не надо мешать чувства сексуальные с чувствами владения и конкуренции. А почему не надо? Интересно. Фрейдисты везде видят члены дырки. А в-третьих, типичная бабская сущность появляется даже здесь в посыле. Ты заметил мой косяк, ревнуешь, значит, сам виноват. Все мужчины, которые ревнуют, что есть нормальная реакция. То есть, по его мнению, все мужчины не уверены в себе, все мужчины страдают глубокой формой комплекса неполноценности и мешают своей ревности, моей свободе даже бледовать. Они ничтожество и гомосексуалисты. И мой вам совет, если женщина заставляет вас ревновать к другим, бросайте эту дырку и не парьтесь. Сам же опять женщину ассоциируют с дыркой. То есть, я когда этот ролик снимала, я предупредила, что я намеренно беру такую грубую метафору, потому что она в формате моей логики очень подходит. И он пишет, что если ревность мешает свободе, то они ничтожество и гомосексуалисты. Вот это вообще мне очень сильно понравилось. Вот это вот типичный совок, типичный совдеп, поставить знак равенства между ничтожеством и гомосексуалистом. Во-первых, сейчас я вам скажу, вот так по секрету, секундочку, все мировое сообщество уже давным-давно перешло на термин гомосексуал. Нигде в официальной прессе нет такого слова гомосексуалист. Оно у нас отсутствует. И когда я вижу вот такие вот выражения, где присутствует слово гомосексуалист, я всегда понимаю, что тот, кто пишет, ничего не читает, какие-то свои мракобесные, суеверные моменты на бумагу выплескивает и выдает это в зависимости от последней инстанции. Если вы что-нибудь почитаете, вы увидите, что везде пишут слово гомосексуал. Во-вторых, ничтожество и гомосексуал не имеют знак равенства между собой. Это не тождественные понятия. Ничтожество – это такая экспрессивная, агрессивная характеристика личности, которая личность, характеризуя мою личность, принижает. То есть, если я кого-то называю ничтожеством, то я таким образом себя ставлю в позицию, так сказать, чтожества. То есть, я как бы все, а он как бы ничто. То есть, я как бы имею право его судить и оценивать. То есть, как известно, не судите, да не судимы будете, потому что вы такие же точно, как они люди со всеми слабостями, со всеми странностями. То есть, я вам вообще не только гомосексуалам, но и никому не советую говорить, что они ничтожества. Знаете, один раз вам лицо набьют, и будет вам очень неприятно. Мама вас родная потом не узнает и так далее. Следующий момент по поводу тождества. Кем были гомосексуалы, кто такие ничтожества. Вы знаете, как бы мы к ним не относились, как бы мы не относились к наличию такого явления в нашем обществе, никто не отменял вклад Петра Ильича Чайковского в русскую и мировую культуру. Никто не скажет, что поэт Михаил Кузьмин не образец бриллиантов русского языка. Никто не скажет, что Сергей Дягилев, основоположник русского балета, был плохой и нехороший. Это только русские примеры. А, например, никто не скажет, что Оскар Уальт не образец бриллиантовой английской прозы, а Байрон образец бриллиантовой английской поэзии. А еще у нас есть Жан Жанне, Марсель Прус, еще у нас есть немецкий писатель Томас Манн. И еще, это я так вот на вскидку, ну вот кого вот так вот помню, вот просто вот как образованный человек. И в заключение хочется вам сказать, вы поосторожнее с такими экспрессивными обвинениями в мой адрес или в чьей-то адрес. Все, кто пишут про себя, у меня такой большой член, я так всех имею, я такой молодец, я такой мачо, они все себя считают большим молодцом. И, как ни странно, это свойственно породе человеческой, это свойственно вообще всем. И в 20 веке, в 70-е годы в Германии был такой социолог крупный, звали его Мартин Данекер. Этот Мартин Данекер был публичным геем. То есть гомосексуалы, которые публично выражают свою позицию, называются словом геи. Так вот, Мартин Данекер писал, что мы всего лишь ведомы своей природой, у которой такое высокое половое влечение. И вот это выражение Мартина Данекера является на современном этапе как бы таким вот символом геевского образа жизни. То есть это люди, ведомые таким сильным половым влечением. И люди, которые относят себя к гомосексуалам, они, в принципе, это тоже все читали, это тоже все знают и тоже так себя внутри ассоциируют с человеком таким сильным и могучим половым влечением, что прям аж некуда деваться. И вы, пожалуйста, в этом будьте поосторожны. Если вы намерены со всеми соперничать, доказывать, что вы альф-самец и прочее, то помните, что если ваше соперничество вас заведет так далеко, то скоро вы будете соперничать с самим Мартином Данекером за силу полового влечения и сами окажетесь в категории тех, кого судите. Поэтому, ребята, не судите, не туда вас заведет ваша оценочная позиция. Пока! Продолжение следует...